В Химках отметили День защиты детей. Открыли праздник на стадионе Родина. Здесь прошел международный футбольный турнир Кубок Флагов Мира. Химки принимают его уже в третий раз. Принимают в нем участие юные спортсмены 10-12 лет. Я люблю играть в футбол. Я хочу выиграть. Я хочу побороться за первое место. Хочу, чтобы у нас в школе было очень много победителей. Чтобы все знали, что можно выиграть. Под звуки марша команды разных стран выходят на поле. Спортсменов приветствуют выступлением художественных гимнасток. Ведущего Дмитрия Губерниева, послов и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Очень рады, что турнир каждый год привлекает все новые и новые страны. Я уверен, что это и дальше будет доброй традицией, которая объединяет разные страны. С праздником! Просмотр видеообращения сборной России по футболу и, конечно, символический удар по мячу губернатора и посла Германии. На трибунах более трех тысяч зрителей следят за ходом игры. Сперва серия отборочных. Два тайма по семь минут. Затем игра на вылет среди лучших. Напряжение нарастает. Это ведь еще, знаете, дополнительная возможность для этих вот мальчишек познакомиться с нашей страной, если они первый раз. Для них разработана культурная программа. Они могут съездить и на Красную площадь, посмотреть какие-то интересные места. Фамву Минхиео участник сборной Вьетнама. Любовь к футболу пришла в шесть лет, когда гонял мяч вместе с друзьями во дворе. Я очень счастлив, что играю в этом турнире. Играю в футбол с детства и мне это нравится. По итогам турнира сборная России заняла почетное третье место. Вторыми стали ребята с Мальты, а кубок в серии пенальти отвоевала сборная Германии. Призеры получили кубки и медали. Также призы вручили в номинациях лучший вратарь, лучший бомбардир и лучший игрок. Ксения Абрагина, Андрей Корнилов, Служба новостей.